Добрый вечер, в эфире новости АТН. В студии работает Мария Парсенкова и в начале выпуска «Коротко о главном». Сегодня начался вид вид за планом в трех секторах. Отвод вооружений в зоне АТО проходит по плану. Сегодня Харьков посетил министра обороны и рассказал о ситуации на Донбассе и о том, какие перемены грядут в вооруженных силах страны. Готова ли украинская армия к зиме? В Министерстве обороны рапортуют до 15 ноября военнослужащих обеспечат всем необходимым. А волонтеры говорят, проблемы с зимней экипировкой все еще присутствуют. Создана рабочая группа, они будут посчитать наличие всех 601 мешков, так чтобы вообще этот вопрос был снят. Выборы прошли, а страсти в Горисберкоме не утихают. Накануне неизвестный сообщил о пропаже протоколов одной из комиссий. Теперь подробнее. Начало отвода вооружений, награждение бойцов в Харьковском госпитале и старт переаттестации в военных вузах. Сегодня Харьков посетил министра обороны Степан Полторак и рассказал о ситуации в зоне АТО и грядущих изменениях в системе вооруженных сил Украины. Отвод вооружения, согласно минским договоренностям, проходит по графику. Об этом во время визитов в Харьков сообщил министр обороны Степан Полторак. По его словам, сегодня в трех секторах зоны проведения АТО вооруженные силы Украины начали отвод артиллерийских систем. Сегодня начался отвод за планом в трех секторах, отвод артиллерийских систем 100 мм. В целом он будет продолжаться на протяжении трех дней, потом будет доповедь, потом переверка, качество отвода, и после этого наступный этап и концевое завершение отвода оружия, соответственно до Минских годов, закончится 12 листопада. По предварительным данным разведки, говорит Полторак, участники террористических формирований также начали отвод военной техники. Однако накануне ими все же был нарушен режим тишины. Боевики обстреляли из стрелкового оружия территорию в районе населенного пункта Зайцево. Был ранен один украинский военнослужащий. В Харькове же 12 бойцов, получивших ранения в зоне АТО и сейчас пребывающих на лечении в военном госпитале, сегодня получили от министра специальные награды. После тяжелых ранений врачи практически собирали их ноги и руки по частям. Кто-то из мужчин лишился конечностей полностью. Но по словам бойцов, они и дальше хотят защищать Украину. Кто-то мог бы нести службу в тылу, кто-то даже вернуться в зону проведения активных боевых действий. Мне руку практически отрывало. А сейчас, здесь, здесь, практически 90% здесь делали. Будем спрашивать министра, хотя бы инструкторам. Опыт у пацанов есть, у меня опыт есть. Больше года в АТО. Почему бы и нет? Расскажем, покажем, что знаем, научим. Также сообщил министр обороны, в нескольких городах Украины будут созданы центры психологической реабилитации для участников АТО. Предположительно, они будут находиться во Львове, Одессе, Харькове, Виннице и Киеве. Мы распространяем штат тех центров. В ближайший час мы приступим до створения этих центров. Потому что, на жаль, статистика показывает, что очень много хлопцев, которые возвращаются с фронта, потребуют самой психологической допомоги после повернения в выполнение боевых задач. Кроме того, по словам министра обороны, необходимо улучшать качество образования в военных вузах. Первым этапом было изменение учебной программы. Вторым, говорит Степан Полторак, станет переаттестация всего профессорско-преподавательского состава. Первым шагом по такой переаттестации, говорит министр обороны, стало назначение нового начальника Харьковского университета воздушных сил Украины имени Кожедуба. Ранее Андрей Олимпиев управлял авиационными подразделениями ВСУ в зоне АТО. На новой должности Олимпиев выбрал в качестве основного направления работы подготовку военных летчиков и патриотическое воспитание будущих офицеров. Летная направленность нашего университета, ей наибольшей экономически потужиной, тому створение сучастной летной школы, выполнение заданий летной подготовки в полном обществе. Ну и безусловно, все эти ботаники связаны с патриотичным выхованием наших хлопцев, чтобы после окончания вуза они были надеянными захистниками на нашу вечернюю. Министр обороны также заметил, что в 2016 году запланирована масштабная модернизация военно-воздушных сил Украины. Лариса Говина, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Готова ли украинская армия к зиме? Министр обороны заявил, что до конца года все военнослужащие будут полностью обеспечены теплой формой и всем необходимым. Волонтеры, в свою очередь, уверяют, проблемы с зимней экипировкой решены далеко не все. Бойцы 92-й бригады группы «Буря» Роман и Владимир демобилизовались совсем недавно. До этого, с августа прошлого года, по июнь нынешнего находились в зоне АТО. Говорят, с обеспечением военных у государства все время было туго. Спасала помощь волонтеров. Они привозили бойцам и форму, и берцы, и бронежилеты, и продукты питания, и медикаменты. Началось все с того, что мы выезжаем на старых 40-летних БТРах, которые, в принципе, вот если бы они хотели, можно было бы восстановить там за две недели. Да, они допотобны, но их можно было бы восстановить. Никто к ним даже не прикасался. Вот мы ехали, кое-как доехали. А, ну выдали, да. Выдали один комплект вот этой старой формы дубок. Выдали летние берцы. И выдали, по-моему, старые у курсантов отобранные бушлаты. Укрытие мы делали сами, самостоятельно. Техника, соответственно, никакая к нам не могла заехать, потому что стрелял ДШК. Ну там заезжал, один раз можно было заехать, и то приехал, по-моему, как раз, привез нам бревна. А так мы возили эти бревна сами, ходили на растяжке, проверяли лес, резали этот лес. Ну, то есть, много раз подвергая себе опасность. В Министерстве обороны рапортуют. Сейчас ситуация на фронте значительно улучшилась. К зиме украинская армия готова. До 15 ноября военнослужащих обещают полностью обеспечить теплой одеждой и непромокаемой теплой обувью, а также буржуйками для обогрева, палатками, бронежилетами и касками. В Харьковском Центральном управлении вещевым обеспечением говорят, в день отправляют 10-15 грузовых машин с вещами для военнослужащих в зону АТО. Повністю на военнослужащих в зону АТО выдано куртки утеплені, брюки утеплені, білизна тепла. Здействуються до забезпечення білизною натільною, зараз идет поставка шапками, фесками и рукавичками. Плануємо це закінчити за два тижні, закінчити це до забезпечення. Крім того, проводимо заміну взуття і мандерування. Під час Незалежності України практично настільки було мінімальні витрати на забезпечення Збройних сил, що практично, що офіцери, контрактники, як правило, на жаль, всі ці роки купляли форму самі собі. В цьому році вперше в історії Збройних сил України, коли ми повністю можемо забезпечити всіх контрактників, офіцерів, мобілізованних, солдат строкової служби формою одежу. По словам міністра, до конца року українська армія буде повністю обезпечена всім необхідним. Фінансування хватає, запасов на случай обострення ситуации в зоні АТО тоже. А вот волонтёры, в свою очередь, утверждають, несмотря на то, что в сравнении с прошлым годом ситуация несколько изменилась в лучшую сторону, вопрос готовности украинских военнослужащих к зиме спорный. Многие проблемы до сих пор не решены. В частности, со строительством блиндажей, ведь боевые подразделения отвели от линии разграничения на новые позиции в лесах и полях. И ремонтом техники. По словам волонтёров, средств на эти нужды у государства как и не было, так и нет. Нет брёвен. Ребятам надо построить блиндажи. Их надо закрыть брёвнами. То есть выкопать они выкопают, а брёвен нет. В государство был тендер, купили брёвну, лес. Но почему-то продавец, поставщик леса исчез. И сейчас ребята, которые вышли в леса и в поля, они не могут построить себе нормальное жильё. Степан Полторак уверяет, в министерстве постоянно сотрудничают с волонтёрами. И несмотря на то, что армия обеспечена практически всем необходимым, от их помощи отказываться не собираются. А все проблемные вопросы обещают устранить в ближайшее время. Инна Степанишина, Лариса Говина, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Провокации с потерянными бюллетенями и последние протоколы по выборам в облсовет. Горизбирком сегодня закончил принимать уточнённые протоколы от участкомов и решил, когда приглашать районные комиссии. После нескольких дней Аврала сегодня в Горизбиркоме решают уже текущие рабочие моменты. Но и здесь страсти кипят нешуточные. Выясняют, на месте ли все пакеты с бюллетенями. Дело в том, что накануне кто-то от лица Горизбиркома сообщил одной из участковых комиссий о пропаже мешка с листами народного волеизъявления. В городской избирательной комиссии это называют провокацией, поскольку никто из её членов с такими известиями никуда не звонил. И уверены, все бюллетени на месте, но всё же решают это подтвердить. Все бюллетени на месте, поэтому сегодня, чтобы вообще снять этот вопрос, создана рабочая группа. Они будут посчитать наличие всех 601 мешков, так чтобы вообще этот вопрос был снят. В остальном работа идёт по намеченному плану. Сегодня последние УИК предоставили четыре уточнённых протокола. Их зачитывают для сверки и принимают. Между тем, подсчёт голосов избирателей по выборам в облсовет уже начался. Для составления протоколов их Горизбирком должен будет предоставить 24, ждут лишь необходимой документации. Единственное, мы ждём ответа с Харьковской областной комиссии. Там не вписаны фамилии. В протоколе, который они изготовили, не вписаны фамилии кандидатов. Они будут считаться, как вписывать или как оформлять. И всё, больше мы ждём официального, как по округам, с печатью их, чтобы точно уже было. Эти документы просто необходимы. Мы должны прикладывать к нашему протоколу, который… А завтра здесь ожидают представители районных комиссий с протоколами по мэрам. Принимать их будут в соответствии с составленным графиком. В 9 утра ждут Ленинский район, а замыкать приём планируют самым крупным – московским. Оксана Нчапаренко, Павел Велицкий, агентство телевидения «Новости». В эфире новости АТН. Далее в выпуске. Тело женщины, сутки пролежавшие возле жилого дома. Милиция, предприятие «Ритуал» не могут решить, кто ответственный за вывоз трупа. И мама там на ней всё успокаивала. Ну, вроде кто-то говорит, что одну ножку повредили ей. ДТП с участием ребёнка. На Московском проспекте под колёса автомобиля попала 7-летняя девочка. Хотелось бы, ну, или в Андору, или в Словению, или в Хорватию, что-то вот такое. Южный пляж или горнолыжные курорты. Во сколько боются харьковчанам новогодний отдых 2016? Подробности через несколько секунд. Тело женщины, сутки пролежавшие на улице. У одного из жилых домов Харькова с понедельника лежит труп с неясными перспективами на захоронение. Почему тело до сих пор не вывезли, выяснял Виталий Лапскир. Симпатичный рыжий котёнок на человеческом трупе. Это не начало фильма ужасов о сегодняшней харьковской реалии у одного из домов по Карповской улице. Как рассказывают местные жители, регулярно ошивавшаяся в этих краях бомжиха присела здесь во дворе на скамеечку под фонарём и отдала Богу душу. Произошло это во вторник, но ещё и сегодня у скамейки всё так же лежит труп женщины, чьё безжизненное тело и облюбовал рыжий котик. Если домашнее животное не испытывает никаких неудобств от столь плотного соседства с трупом, то местные жители от происходящего отнюдь не в восторге уже целые сутки. Приехала милиция, посмотрела, приехали спирт, поставили человека. Приехала служба ритуал, посмотрели всё, положите на стол, помойте, увидите насекомое с неё, а потом будем решать этот вопрос. Ну как это так? Как пояснили новости АМТН в коммунальном предприятии «Ритуал», вывоз трупов – это не их компетенция, а компетенция милиции. Милиция же разве что прислала утром к трупу своего сотрудника из райотдела. Милиционер ко второй половине дня уже изрядно промёрз и признался не на камеру, что смену караула ему не обещали. В пресс-службе главного управления МВД Украины в Харьковской области сказали, что вывоз трупов уже не входит в компетенцию милиции, и пояснили, что труп не может быть вывезен без осмотра судмедэкспертом. А этот специалист один на весь Харьков и область. Виталий Лапскер, Владимир Борох, агентство телевидения «Новости». Гуляла с собакой и оказалась под колёсами машины. Сегодня утром на Московском проспекте в ДТП пострадал ребёнок. Семилетняя девочка находилась на улице без присмотра родителей. Вышла погулять и попала под машину. Авария, в результате которой пострадал семилетний ребёнок, произошла около половины 11 утра в районе дома номер 208 по Московскому проспекту. Малышка выгуливала свою собаку и в какой-то момент животное побежало, а ребёнок бросился за ним через дорогу, где как раз проезжала газель. Вытягали, и мама там на ней всё успокаивала. Ну, вроде кто-то говорит, что одну ножку повредили ей, а кто-то говорит, что и две. Ну, под задними колёсами с этой стороны. Медики, прибывшие на место, действительно зафиксировали у девочки переломы обеих ног. Как ребёнок мог угодить под машину, местные жители только гадают. Ведь фургон, развозивший хлеб, ехал с небольшой скоростью. Ну, здесь, во-первых, на большой скорости не поедешь. Да, он проезжал, я видела, нет, скорость была небольшая. Я не думаю, во всём виноваты, я считаю, родители. Там стояла ещё машина одна, и вот эта девочка, когда, наверное, шла, это так наше соображение, что, наверное, из-за той машины она не видела вот эту машину, я как хлеб везла. Ясность в картину происшествия вносят уже представители госавтоинспекции. В больнице девочка оказалась из-за собственной невнимательности. Водитель просто не успел отреагировать на её неожиданное появление. Вантажный автомобиль «Газель» для перевезения хлеба, рухаючись по подъездной дороге, скоюв наезд на пішохода, девчонку семи років, яка раптово вийшла из-за стоячого транспортного засобу. Водитель, на жаль, не умів зупинити транспортный засоб. Словами очевидцев, девчонка прогулювалася одна, без батьків, з собачкой, і раптово вийшла из-за припаркованного транспортного засобу. Тому саме сталося, да, на дорожній транспортной пригодах. Но последнее слово остаётся за следствием. Между тем, в ГАИ просят водителей быть внимательнее на дорогах в период наступивших школьных каникул. Вилен Мода, Оксана Нечипаренко, Владимир Борох, агентство телевидения новости. Конец октября, начало ноября. Именно в этот период лучше всего заказывать новогодние путёвки, чтобы максимально сэкономить, говорят турфирмах. Южные пляжи, европейские горнолыжные курорты или тур по западной Украине. Во сколько обойдётся новогодний отдых 2016? Зимние праздники на летних пляжах. Новогодний отпуск Марина вместе с семьёй планируют провести в жарких странах. Во сколько обойдётся тур в тёплых краях, пока не прикидывала. Конечно, очень хочется поехать туда, где тепло. В тёплые страны куда-то. Может быть, в Египет или в Эмираты. Конечно, сейчас цены выросли, если сравнивать с прошлым годом. Поэтому и хотим заранее уже осенью начинать планировать зимний отдых. К другому направлению присматривается программист Дмитрий. Уже побывал в Карпатах и на Кавказе. В этом году планируют прокатиться по горнолыжным склонам Центральной Европы. Хотелось бы или в Андорру, или в Словению, или в Хорватию, что-то вот такое, в Европу куда-то попробовать. Прикидывали уже, сколько обойдётся? Ну, вроде как Андорра всегда была недорого, ну, сравнительно. Но вообще хотел ещё и в Польшу, и Словакию. До Польши мы тогда не доехали, поехали в Турцию. Ну, передумали. Ещё не прикидывал. Ну, наверное, недёшево всё сейчас по нашим зарплатам. Дорогие туры я не рассматриваю вообще. Буду искать, что подешевле. В турагентствах отмечают, по сравнению с прошлым годом цены на отдых в долларах и евро особо не выросли. Поэтому большую сумму придётся выложить за счёт девальвации гривны. Среди южных стран в тренде всё так же Эмираты, Шри-Ланка и Египет. Новогодний отдых в четырёх- и пятизвёздочном отеле там стартует в среднем от 600 долларов на человека. Ну, касательно южных стран, безусловно, в тренде Египет от этого никуда не денешься, потому что, во-первых, ценовая планка, конечно, всё-таки в этом году. Это особенно актуально для людей в связи с курсами, со всем остальным, естественно. И, в принципе, это такой гарантированно жаркий отдых, гарантированно пляжный отдых, потому что, в принципе, с погодой Новый год там всегда всё хорошо. 700, 600, 600, 700 – это минимум, наверное. Вряд ли что-то будет меньше на Новый год. А вот желающим отдохнуть в первые дни нового 2016 года на горнолыжных курортах Европы, например, в Чехии или Словакии, стоит рассчитывать минимум на 300-350 евро. В этом году пустили больше поездов в Западную Украину, поэтому в турфирмах рассчитывают, что больше харьковчан отправятся туда зимой. Так, новогодний тур с проездом на человека можно раздобыть и за 3000 гривен. Последние два года активно, реально после того, как начались у нас события после Майдана, поднялся интерес к украинской культуре, поднялся интерес к украинскому продукту соответствующим образом. Если мы говорим про новогодние цены, то на порядок у нас, конечно, однозначно дешевле, потому что туры экскурсионные, которые у нас начинаются с проездом из Харькова, начинаются от 3000 гривен с проезда на человека. Такой цены вы, естественно, за границу не найдете, хотя там именно на новогодние праздники. А вот продажи по шенгенскому вектору немного просели в последний год. Некоторых туристов отпугнула новая процедура оформления виз. По правилам, которые вступили в силу еще в июне, заявитель должен лично появиться в визовом центре или ДИП-представительстве, чтобы сдать отпечатки пальцев и на месте сделать цифровую фотографию. Хотя раньше процесс оформления выездных документов можно было доверить туристическим компаниям. Правда, многие харьковчане все же признаются, от новогодней поездки в этом году придется отказаться из-за трудностей не визовых, а финансовых. Планируете ли куда-то ехать в эту году? Почему? Финансовые трудности. Что-то планируете ехать куда-то, возможно? Нет, нет. Почему? Во-первых, нет времени, ну и денег нет. Цены отпугивают? Ну, цены. Если бы собирался ехать туда, немного бы отпугивали, потому что непонятно, что будет завтра, послезавтра. Цены выросли, конечно, но возможность, наверное, еще остается. В принципе, мне кажется, можно, если очень хочется, можно найти что-нибудь подешевле, не важно. Можно как-то себе придумать что-нибудь на свой карман. Тем же, кто все-таки собирается сделать себе новогодний подарок в виде поездки, в турфирмах советуют поторопиться. Дешевле всего тур обойдется, если заказывать его в октябре-ноябре. С приближением праздничных дат цены будут расти и могут подскочить в несколько раз. Алена Сорока, Владимир Борох, агентство телевидения новости. И на сегодня это все новости. Больше информации на нашем сайте atn.ua. В студии работала Мария Пурсенкова. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин